МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газа что стало причиной ЧП? Стройка длиною в 30 лет. Почему возведение многоэтажки в Черкасской области стало крахом для вкладчиков? Ёлки вне закона. Почем новогодние красавицы в канун праздников? И как на них зарабатывают браконьеры? Взрыв в Днепре. У двери собственной квартиры подорвали полицейскую. Сейчас женщина в реанимации. И врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Было ли это покушение на жизнь? И связано ли с работой? Узнавали наши корреспонденты. Взрыв прогремел около пяти утра на девятом этаже этого дома. Взрывчатку заложили у квартиры 32-летней сотрудницы национальной полиции Марины. По словам соседей, в это время она возвращалась с дежурства. Когда открыла входную дверь, сработало взрывное устройство. На лестничной площадке выбило стекла на четырех этажах. Это было, конечно, ужасно. Это было... Поэтому мы, все жители подъезда, мы ошарашены. Соседка Алена первой выбежала на лестничную площадку. Увидела окровавленную Марину. Говорит, вся правая сторона была в ожогах. А в теле много металлических предметов, похожих на гвозди. В момент взрыва в квартире спал муж Марины. Он не пострадал. Застать его дома нам не удалось. По словам соседей, оба супруга служат в нацполиции. Она эксперт-криминалист, он оперуполномоченный. У пары есть ребенок, сейчас он у бабушки с дедом. Говорить на камеру о причинах произошедшего люди боятся. Но все же сообщили, что ранее в подъезде видели подозрительного мужчину. Подложили просто взрывчатку. В районе где-то с трех, наверное, до пяти. Потому что в три часа я еще уходила на площадку перекур. Сейчас Марина находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое. Ожоги 20% тела, пострадали ноги и лицо. После стабилизации состояния женщине понадобится пластика. Это опасно. В данный момент это может привести к ожоговой болезни. И это длительное лечение. Кроме ожогов, инородные тела не найдены. Но есть место раны, которые подлежат рентген исследованию. Если мы найдем какие-то инородные тела, то они будут извлечены. Марина в сознании, но все еще в шоковом состоянии. Журналистов к ней не пускают. То есть говорят, что не хотят. Не хотят они сейчас разговаривать. Поэтому, ну... А она в сознании? Да, в сознании. Она в сознании. Она адекватная. Все, она воспринимается. В порядке в этом плане. В полиции открыли уголовное производство. Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Версии следствия пока не обнародуют. Что за устройство сдетонировало, пока непонятно. Проводят экспертиза. Также неизвестно, сколько человек участвовало в покушении. Елена Мандалюк, Евгений Коднецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. В городе Каменка Черкасской области полсотни участников жилищного кооператива остались без квартир. Девятиэтажный дом еще в конце 80-х для своих сотрудников начала строить местная компания. В 90-х работы остановились и люди, создав кооператив, решили сами довести дело до конца. В итоге стройка затянулась почти на 30 лет и закончилась крахом для вкладчиков. Больше знают наши корреспонденты. Эту квартиру Евдокия Ивановна ждала почти 30 лет. Дом для своих сотрудников Каменский Машстрой начал возводить еще в конце 80-х. Но вытянули только коробку. В 1997-м пайщики создали кооператив и продолжили стройку, которая не завершилась до сих пор. В свое жилье пенсионерка вложила на то время немалую сумму, почти 70 тысяч гривен. А недавно узнала, что квартира ей не принадлежит. Право собственности на квартиру пенсионерка не могла оформить, так как дом недостроен. Но как жилье в таком состоянии смогли продать посторонним людям, у пенсионерки в голове не укладывается. Да и вопрос о воздаче девятиэтажки в эксплуатацию масса. Будинок сдался в 2012-м году, а мы только знали в 2015-м году, что завершено строительство, что дом функционирует. А то мы не знали. У нас много таких. За годы строительства из семи десятков членов кооператива 20 пайщиков отказались от жилья. Достраивать пришлось за счет оставшихся. Компенсировать вложения людям должны были уже после продажи. Теперь квартиры продали, но ни денег, ни квадратных метров члены кооператива так и не увидели. Татьяна Малинская объясняет, когда сдавали дом, председатель кооператива создал ОСББ и стал его управляющим. Люди вложили 3,5 миллиона по кошторису и 20 квартир продано. Квартиры переохормлены на подставных лиц. Офис договоров, сколько мы строили, подключали светло, воду, газ, лехты, векна, двери. На сегодняшний день мы не видели никакого договора, актов выполненных работ. Офис ОСББ в том же доме. Но своих бывших партнеров по строительству Александр Мозуль не признает. Не выходя из кабинета, мужчина заявил в полицию о вторжении неизвестных на частную территорию. Каменские полицейские на вызовы в этот дом приезжают едва ли не каждый день. Но попытки установить, кто имеет право собственности на здешние квартиры, тщетны. У нас сколько заявок, ну так, сколько уже с этим борются. Они же документы все снищат, для того, чтобы, например, любую справу направить до суду, право нет. Надо документовать. Районные власти тоже разводят руками. Председатель районного совета удивляется, как недостроенный дом могли сдать в эксплуатацию. Но припоминает, в 2012-м тогдашний председатель через сессию райсовета пытался протянуть решение по девятиэтажке. На основании заявлений членов кооператива полиция еще четыре года назад открыла уголовное производство по нескольким статьям. В том числе и подделка документов. Но за это время дело так и не сдвинулось с места. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. А в центре столицы обрушилась кирпичная стена между старыми многоэтажками. Четыре дома теперь без газа и света. Когда восстановится оружие неизвестно, не могут найти и того, кто должен был отвечать за его состояние. Евгения Коваленко выясняла подробности. Около часа дня жители старых многоэтажек в самом центре Киева услышали грохот. Я думаю, что упала брила, честно говоря. Было совершенно гурки. Но посреди двора гора кирпичей. Обвалилась стена между двумя домами. Она предотвращала смещение грунта. Ее построили более 70 лет назад. Жители многоэтажек жалуются. Давно заметили, что стена наклонилась. Но на это никто не реагировал. Эта стена уже очень давно стоит в положении полукруга. И держалось это все на кабелях и на газовой трубе. Я не понимаю, почему ЖЭК вообще это все игнорировал. Когда сегодня я им позвонила, оповестила о том, что у нас разрушилась стена и пахнет газом в районе часа дня. У нас в квартире вся газа была. Они об этом ничего не знали. Мешканцы писали, и очень много. И в управление, и писали в КМДА, и в районные какие-то органы. Приблизно два года назад, кто-то такая добра душа, я даже не знаю, оповестил такие небольшие, небольшие папирчики, где было написано, до стены не подходите. В результате обвала никто не пострадал. Но повреждены газовые трубы и силовые кабели. Теперь в нескольких домах нет ни газа, ни света. У меня 10-месячный ребенок. Мы отапливаем газом, естественно, в квартире холодно. Все починить обещают через несколько дней. А пока разбирается, кто же должен отвечать за обвал. И только потом начнут восстанавливать стену. Кирпичи обрушились и на две машины. Одна поцарапана, у другой полностью искорежен капот. Владелец этого авто еще даже не знает о происшествии. Он за границей. Но жители дома считают, что им еще повезло, что выходной. Ведь в будние дни здесь все заставлено машинами. Евгения Коваленко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. И снова местные выборы. Сегодня власть на местах избирают в 17 областях Украины. Без нарушений не обошлось. Полиция уже открыла 10 уголовных производств. Они касаются подкупа избирателей и фальсификации документов. В частности, с нарушениями проходит голосование в Запорожской, Вано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Напомню, этой осенью выборы депутатов и председателей местных советов проходили более чем в 200 объединенных территориальных громадах. И также не обошлось без нарушений. Только санкции заставят Россию выполнять Минские соглашения. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер в интервью итальянской газете «Ля Стампа». По его словам, 2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе. Режим прекращения огня постоянно нарушался, поэтому давление на Россию нужно сохранить. И очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу. Россия должна заставить боевиков соблюдать перемирие и отвезти оружие, отметил Уолкер. Боевики готовят провокацию в оккупированной Макеевке. Как сообщает украинская разведка, завтра на территории местного горного института может прогреметь взрыв. Планируют его на рабочее время с 9 до 15, а значит, высока вероятность того, что пострадают сотрудники предприятия. Обвинить в преступлении хотят якобы украинских диверсантов. И вторые сутки так называемого новогоднего перемирия тишины в зоне АТО по-прежнему нет, хотя активность боевиков и пошла на спад. Сегодня с начала суток два обстрела, оба на Донецком направлении. На окраинах Авдеевки противник больше часа бил по украинским позициям из гранатометов и пулеметов. В районе Верхнеторецкого работали снайперы. Украинская армия соблюдает режим тишины, поэтому ответный огонь наши бойцы не открывали. В Одессе чиновница мэрии попалась пьяной за рулем. Когда ее остановили полицейские, женщина вела себя агрессивно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, который снимал все на камеру. В салоне автомобиля в это время находился ребенок. Видео задержания выложили в сеть, и пользователи быстро опознали дебоширку. Ее оказалась замначальника департамента админуслуг Одесского горсовета. Машину чиновницы отправили на штрафплощадку. В Полтаве полиция задержала целую банду, которая вымогала деньги у бизнесменов на рынках города. Следствие выяснило, что рэкетеры могут быть причастны также к угону автомобилей. Троим задержанным уже объявили о подозрении. В Ивано-Франковской области от Менингита умер ребенок. Трагедия произошла в городе Коломы. Как сообщают местные СМИ, мальчика еще в пятницу забрали в больницу и сразу в реанимацию. Но все усилия медиков оказались тщетны. Ребенок посещал ясельную группу детсада. Сейчас соответствующие службы выясняют, кто контактировал с малышом. Елки как источник дохода. Ежегодно в Украине под пилу браконьеров попадают сотни тысяч деревьев. Сколько зарабатывают нелегалы, разбирались наши корреспонденты. В этом селекционном центре, который находится в нескольких десятках километров от Ивана-Франковска, рождественские ели на любой вкус. Здесь их выращивают специально для реализации. Вот на участке восьмилетние саженцы. Их уже начали пилить на продажу. Так здесь маркируют каждое дерево. Это своеобразный паспорт, говорят в лесной охране. А еще хороший метод контроля за незаконными вырубками. В нынешнем году к праздникам в Прикарпатте официально запланировали срубить почти 34 тысячи елей. А вот сколько спилят еще нелегально, прогнозировать не берется никто. Заготовление новорожденных елок – это один из единых легких шляхов для местного населения, грязных населённых пунктов. И не только грязных населённых пунктов, а и любых населённых пунктов. Это просто додаткового заработка. То есть пошел в лес, заготовленную в речную еленку, оттранспортировал её в место реализации, продав, отримал шуткий доход. Незаконно торгуют елями все, кому не лень. На днях правоохранители на горячем задержали четырех работников одного из лесхозов. В Косовском районе они развернули настоящий новогодний бизнес. В обмен на взятки раздавали разрешение на незаконные вырубки. А чтобы схему никто не разоблачил, к деревьям нелегалам клеили фальшивые ленты со штрих-кодом. Будем подпрацовывать рынки, места, возможно, реализации еленковой продукции. У нас есть определенный порядок действий. То есть, прибывая на месте реализации еленковой продукции, проверяются документы, а именно бирки, которые должны быть на еленковой продукции. Эти бирки имеют свои номера, которые, согласно электронному додатку, вводится этот номер и показывается, что еленка сделана законно или незаконно. В Ивано-Франковске продавать ели разрешено только на территории рынков. На один из них, восточный, мы и отправились искать зеленых нелегалов. Сразу при входе стеллаж с новогодними красавицами. На большинстве из них маркировка отсутствует. Но правоохранители уверяют, это грубое нарушение. Ведь бирки на еле должны были прикрепить еще в лесхозе. Все не чипированные ели у продавца конфисковали. А против него правоохранители составили админпротокол. Анна Филь, Жанна Дучак, Зиновий Автоназ, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Километровые очереди образовались на пунктах пропуска с Польшей и Словакией. Как сообщили в госпогранслужбе, на украинской территории проблем нет. Очереди со стороны ЕС. В частности, на Ягодине около девяти сотен авто. Примерно такая же ситуация на Аравии, Русской и Шегинях. В госпогранслужбе связывают такое скопление с тем, что граждане Украины, работающие за рубежом, возвращаются из Европы домой на новогодние праздники. Автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии. Семь пассажиров пострадали. Среди них шестеро граждан Украины и один местный. Авария произошла возле города Кошице. По предварительной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП расследует словацкая полиция. Евросоюз готов принять до 10 тысяч мигрантов из Ливии в следующем году. Об этом сообщил министр внутренних дел Италии. Беженцы смогут приехать в Европу по гуманитарным коридорам, избегая рискованных путешествий по морю. Заявление прозвучало вскоре после того, как 160 граждан Эфиопии, Сомали и Йемена на военных самолетах прибыли из Ливии в Рим. Среди них люди с ограниченными возможностями одинокие женщины и дети, и даже младенец, которому всего три недели. Мигранты прошли медкомиссию и получили вещи первой необходимости. Это первая группа, которая прибыла в Европу благодаря агентству ООН по делам беженцев. По данным организации, сейчас в Ливии находятся до 400 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Из них 36 тысяч дети. Резолюция ООН, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля, это победа еврейского государства. Так считают в израильском правительстве и в то же время не принимают этот документ всерьез. Почему, расскажет Сергей Ослендер. Почти три недели прошли с момента нашумевшего заявления Трампа о признании Иерусалима израильской столицы. Страсти кипят нешуточные, но пока только на словах. И больше других высказывается турецкий президент. Для него тема Иерусалима особенная. Хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты внимательно посмотрели на эту ситуацию. Правильным проявлением воли господина Трампа было бы, если бы Соединенные Штаты сказали себе. Если все страны говорят нет, то значит они никогда не поедут в Иерусалим и нам лучше отступить от неправильного шага, который мы сделали. Собственно говоря, никакого шага Соединенные Штаты еще и не сделали. Заявление Трампа сродни утверждению, что Волга впадает в Каспийское море. Еще в 95-м году Конгресс признал Иерусалим, столице Израиля, приняв соответствующий закон. И перенос посольства стал просто технической проблемой. Поэтому ни в Израиле, ни в Вашингтоне особо не тревожились по поводу голосования в ООН. По его итогам воздержавшихся было гораздо больше, чем обычно. Немало и тех, кто вообще не стал принимать в этом участие, как, например, Украина. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН не имеет ни малейшей силы на решение суверенного государства признавать или не признавать столицу Израиля. То есть резолюция была абсолютно не к месту. И правы были те страны, которые сказали, мы вообще в этом участвовать не будем. Мы не хотим быть клоунами в этом представлении. Трамп явно пошел на обострение. Особенно, когда заявил перед голосованием в ООН, что лишит финансирования те государства, которые проголосуют против признания. В Израиле последовали его примеру. И премьер-министр объявил, что Иерусалим выходит из состава ЮНЕСКО из-за его антиизраильской позиции. В конце недели я поручил Министерству иностранных дел выйти из состава ЮНЕСКО. Считаю это необходимым шагом, учитывая предвзятое, однобокое и абсурдное отношение этой организации к нам, а также на фоне нерушимой позиции США в ООН, которую мы приветствуем. А тут еще Румыния заявила, что собирается перенести посольство в Иерусалим. Дания сокращает финансирование палестинских организаций. Не разверзлись и врата ада, которые Хамас обещал открыть для Израиля. Все закончилось потасовками с военными и парой ракетных обстрелов, которые сразу прекратились после мощных ответных ударов израильской армии. Момент для Иерусалима сложился исключительно удачный. Впервые за долгие годы в Белом доме президент с ярко выраженной произраильской позицией. Среди извечных врагов арабов разброд. Многие, как Саудовская Аравия, например, озабочены противостоянием с Ираном. Другие, как Сирия или Ирак, своими внутренними проблемами. Палестино-израильский конфликт, который долгие годы был едва ли не главным для мирового сообщества, в одночасье стал второстепенным. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Еще почти 3000 человек уволили в Турции из-за причастности к прошлогодней попытке госпереворота. Подозреваемых обвиняют в сотрудничестве с исламским проповедником Гюленом. Его турецкие власти считают организатором путча в июле 2016-го. Кадровые чистки коснулись работников нескольких министерств, а также полиции, береговой охраны и военных. В общей сложности за полтора года работу потеряли десятки тысяч людей. Акт войны и посягательство на суверенитет. Так, в Северной Корее охарактеризовали санкции Совбезоон. Новые штрафные меры равносильны полной экономической блокаде страны, поскольку ставят под угрозу мир и стабильность на корейском полуострове и в регионе в целом, считают в КНДР. Поэтому Пхеньян продолжит политику ядерного сдерживания штатов и их союзников. Напомню, 22 декабря Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи из-за ядерных и ракетных испытаний. Резолюция запрещает поставлять в КНДР нефть относительно 16 физлиц. Дипломаты ввели визовые запреты, а их имущество за пределами страны заморозили. Кроме того, уже в ближайшие 12 месяцев тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи и по всему миру должны будут вернуться на родину. Защититься от хакеров поможет мобильный сторож. Это новое антишпионское приложение. Его разработал американский программист и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Программа называется Heaven и, по словам автора, она может быть полезна журналистам и правозащитникам. Приложение сообщит, если в охраняемое пространство проникли посторонние. На смартфон придет зашифрованное сообщение, человек сможет удаленно наблюдать за тем, что происходит. Мир как никогда нуждается в красоте. Ею нужно восхищаться и развивать. Таков рецепт борьбы с мировыми кризисами от короля Бельгии Филиппа. Он обратился к нации по случаю Рождества Христова. Сказал, что восхищение побуждает людей к творчеству и инновациям. От этого зависит будущее демократии. Готовятся к Рождеству и в Великобритании. Этот праздник там отмечают более пышно, чем Новый год и Пасху. Что соберет британцев перед телевизором завтра ровно в три часа дня. И сколько денег они тратят на рождественские подарки, знает Светлана Чернецкая. Наш супкор в Лондоне. Рождество в Великобритании один из любимейших праздников 25 декабря. Здесь принято обмениваться подарками и обычно одним не ограничивается. Поэтому массовые закупки начинаются за несколько недель до Рождества и продолжаются вплоть до Сочельника. На знаменитой Оксфорд-стрит обычно не протолкнуться, но в эти дни людей особенно много. Согласно опросам, среднестатистический британец тратит около 500 фунтов на рождественский шоппинг. Это 18 тысяч гривен. Даже знаменитый Биг Бен в этот день разбудили. Часы сейчас на масштабной реставрации, но по случаю праздника целый день будут бить куранты. Не Новый год, а именно Рождество в Британии. Время для подведения итогов года. Даже обращение премьер-министра страны уже вышло в эфир. В Рождество, когда люди во всем Соединенном Королевстве отмечают этот особенный праздник с семьями и друзьями, мы будем чувствовать себя защищенными, зная, что доблестные офицеры работают, чтобы мы были в безопасности. Но завтра большинство, если не все британцы, прильнут к экранам телевизоров, чтобы услышать другое обращение. С традиционной рождественской речью выступит королева. Сразу несколько каналов будут транслировать это ровно в три часа дня. Свою речь Елизавета II пишет собственноручно, без чьей-либо помощи. И хотя обращение записывают накануне, содержание держат в строжайшем секрете. Впрочем, вряд ли ее величество обойдет вниманием террористические атаки в стране. В этом году было пять нападений джихадистов, в которых погибли 30 человек. Также королева наверняка упомянет пожар в лондонской Грэнфилд Тауэр. Тогда жертвами стали более 70 человек. Обычно Елизавета II также напоминает о духовной составляющей Рождества и вспоминает людей, которые в этом году стали для нее источником вдохновения. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Израиле может появиться собственная криптовалюта – электронный шекель. Как сообщают местные СМИ, Министерство финансов всерьез рассматривает такую возможность. При этом цифровая валюта по стоимости будет равна национальной. Главное преимущество в том, что вместо налички израильтяне смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне. Получить электронные шекели можно будет через банки, банкоматы и обычные денежные переводы между клиентами. Калифорнийские пожары стали самыми масштабными в штате за всю историю наблюдений, а их ведут с 1932 года. Леса горят там с начала декабря. Пожар, который назвали «Томас», охватил более 100 гектаров и уничтожил около тысячи построек. Свои дома вынуждены были покинуть порядка 200 тысяч человек. Потушить огонь не могут до сих пор. Под контролем только половина всех территорий. В зоне стихийного бедствия работают около 3000 пожарных со всех штатов. Как готовятся к Рождеству в Лапландии и Вифлееме? Зачем в Ирландии поженились двое мужчин традиционной ориентации, где можно отведать имбирных устриц? Об этом и не только в нашем обзоре. Первый полет в Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию. Его создали для тушения пожаров и спасательных операций в море. Машина может передвигаться и по воде, однако не исключают применение в военных целях. Строили гидросамолет 8 лет. На борту помещается полсотни людей и больше 50 тонн груза. В длину аппарат почти 40 метров, такой же размах крыльев. Брак по расчету. Два ирландских пенсионера поженились, чтобы не платить налоги. Они давние друзья, хотя разница в возрасте 25 лет. Старший хочет оставить свой дом другу по завещанию. Однако за передачу имущества третьему лицу пришлось бы заплатить 50 тысяч евро налогов. Устрицы со вкусом лимона. Такой деликатес придумал житель французского города Марен. Технологию запатентовал, ведь трудился над ней 4 года. В собственном гараже. Моллюсков он замачивает в лимонном соке около 12 часов. К Рождеству готовит еще имбирных и винных устриц. А на следующий год планирует сделать грейпфрутовых и сливовых. Санта уже в пути. Рождественский дед вылетел из своей резиденции в Рованиеме. Это столица Лапландии. И отправился в кругосветное путешествие раздавать подарки. Провожали его сотни детей и взрослых. Перед отъездом Санта пожелал всем быть добрыми и уделять больше внимания родным. Готовятся к Рождеству и в священном городе Вифлееме. Именно здесь по преданию родился Иисус. В городе тысячи людей встречают католического патриарха Иерусалима. Его кортеж традиционно едет в Вифлеем, где отслужат рождественскую мессу в базилике Рождества Христова. В берлинском зоопарке рождественские экскурсии. Детям показывают животных, которые обитают в холодном климате вместе с Сантой. Белых медведей, тюленей и пингвинов. А чтобы Санта-Клаус довез подарки, нужно покормить его северных помощников. Сотрудники зоопарка не уверены, могут ли их животные летать. Но что происходит с ними после закрытия, не знают. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова